Этот Ми-8 рассекает воздух над Хакасией меньше месяца, но на его счету уже несколько десятков пациентов, доставленных на лечение из отдаленных районов республики. Сегодня очередной вылет. Санавиационная бригада направляется в Аскиз. Подготовку воздушного судна инспектирует министр здравоохранения Владимир Костюш. Специалисты показывают медицинский модуль, который позволяет перевозить больных любого возраста. «Золотое правило – это все манипуляции нужно осуществлять на земле. В случае надобности мы можем перевести на аппаратное дыхание, то есть на ИВЛ перевести. В то же время все манипуляции мы можем проводить, которые необходимы». Наша республика вошла в список 30 регионов страны, которым по федеральной программе выделены средства на развитие санитарной авиации. Первый вертолет в Хакасию поступил в конце июля, второй – три недели назад. В связи с этим в отдаленных территориях решено построить стационарные вертолетные площадки. Это в том числе сэкономит время доставки пациента на карете скорой помощи к борту. Кстати, в Аскизе площадку построили раньше всех. В ближайшее время два посадочных места оборудуют в Ширинском районе. «Вертолет готов в любую точку, там, где им позволяют условия садиться. Но тогда, когда вы видите и условия подъезда, и больные – это тяжелая категория. И просто так вот по кочкам. И тогда вертолет-то сядет, а вот доехать до этого места на машине, довезти больного – это уже второй вопрос. Поэтому условия, конечно, когда соблюдаются, это очень хорошо». За пару месяцев работы вертолеты санавиации Хакасии вылетали на вызовы уже 104 раза. По воздуху эвакуировано 122 пациента, в том числе 7 младенцев. Некоторых больных госпитализировали за пределы республики. Максим Карамашев, Александр Сердюк, РТС.